Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель издания Беллингкет, присоединяется к эфиру Фридом. Здравствуйте, Христо. Здравствуйте. Что говорят ваши источники? Вот действительно Шойгу впал в немилость. Возможно вообще такое? И по каким признакам это можно определить? Ну, знаете, последние несколько недель, может быть месяц, проскакивается очень много информации, реальной информации о положении дел, конкретно фармии и Министерства обороны. Даже среди каналов, которые, ну, руководятся, телеграм-каналов, которые ведут сами наемники, люди, которые имеют связи внутри службы. То есть это пророссийские каналы, российские каналы, которые ненавидят мир, ненавидят Украину, но все-таки они начинают писать о своем недовольстве больше и больше. И вот именно в этих каналах, даже до того, что английская разведка объявила, появилась информация о том, что как хорошо, что Шойгу наконец-то устранили, и что сейчас можно как-то улучшить вообще коммуникации внутри армии и так далее. То есть для меня симптом, что информация о английской разведке правда, это то, что уже до этого обсуждалось в таких внутренних каналах. А вы считаете, что вот если военные будут замыкаться напрямую на Путина, это улучшит их ситуацию? Нет, ну это будет... Кстати, это не новая ситуация, это началось общение, то есть вмешивание Путина в конкретное командование операции началось где-то полтора месяца назад, мы об этом тоже говорили. Это никак не улучшило ситуацию. То, что сейчас уберут конкретно и формально вообще из этой цепочки Шойгу, это скорее всего даст какую-то мотивацию, то есть этих военных под Шойгу, которые его ненавидели и считали его плохим. Но на качество это не скажется никак, потому что уже как минимум полтора месяца он не участвует, а видим какие результаты. А как вы считаете, почему Путин решил сам командовать, он решил примерить на себя погоны Сталина, да, наверное? Ну, что ему осталось? Здесь нет стратегии. Стратегия была на тридневную войну, потом он придумал какую-то резервную стратегию на месяц-два, вот это тоже не удалось. Сейчас реально, ну, если было бы стратегия, он бы ее дал военно, он бы сказал, будет действовать и по этому плану, и докладывайте мне. Поскольку ему приходится каждый день переписывать стратегию, да, потому что не знает вообще, куда завтра, то есть назад, вперед или в сторону, то поэтому ему приходится работать напрямую с полевыми командирами. А военные, как вы считаете, сколько будут терпеть вот такие метания туда-сюда? Ну, это сложно сказать. Здесь самый страшный сценарий, это сценарий, в котором именно крыло башни Ястреба внутри войны, они вообще возьмут и политическую власть, и тогда, ну, любые шансы, что они просто поймут, что политическая цена, которую оплачивают, будет слишком высокая, они не будут с этим соображаться. То есть, есть риск, что вот крыло войны, которые считают, что надо полную мобилизацию делать, вот без угляда, какие политические последствия, могут все-таки взять власть. Это худший вариант для всего мира. Вариант, в котором медленно теряет политическое доверие народа Путин, может быть, даже лучше. И пусть он занимается сейчас, пусть он берет кредит, негативный кредит управления армией. То есть, это крыло может снести и Путина в том числе? Абсолютно. Абсолютно. И посмотрите на повышение смелости этого крыла. Они же говорят через своих там споксменов, типа Гиркина и так далее. Они начинают все больше и больше открыто критиковать Путина. Они все больше и больше начинают говорить о том, что надо бомбить и Запад, а не только центр принятия решения. И они продолжают писать это, они на свободе, никто их не арестует, значит, все-таки у них есть крыша. Я считаю, что это довольно опасный сценарий. Но вот Гиркин, он же, конечно, не сможет возглавить там какой-то переворот. А кто из таких сильных ястребов, о которых можно говорить? Да, наверняка это другие люди. Кто это может быть, по вашему мнению? Ну, люди в ГРУ, которые его практически, которые ему позволяют, а это, кстати, не ФСБ, а ГРУ его крышует. Ну, ястреб же и этот Алексеев Степаничко, который первый зам ГРУ, он вполне мог себя увидеть в такой роли, скажем, там, военно-начальника, главнокомандующего. Такие. Кристо, вы слышите нас? Это... Да, да, я вас слышу. Да, да, восстановила связь. Вот хотелось бы об этом поговорить, об одном из самых ярких разоблачений шпионов, вот мы узнали на днях, благодаря вашей работе и коллеге из других изданий. Это русская шпионка, сотрудница ГРУ, Ольга Колобова, она же Мария Аделла, втиравшаяся в доверие к офицерам НАТО в Европе. Как вы вышли на ее след? Я правильно понимаю, что вот шпионам ГРУ выдают паспорта из одной серии? Это провал? Это огромнейший провал, и, ну, надо сказать, что все-таки то, что ей позволили попасть в круги близких к НАТО, это тоже провал и западной разведки, и внутренней безопасности НАТО, и вообще, ну, цивилизации, цивилизованного мира. То есть, даже при таких плохих оперативных, ну, скажем, уровня оперативной безопасности, которые используют ГРУ, тоже их очень долго не находят. Вот как мы на это попали? Ну, именно благодаря этим паспортам мы после Буширова и Петрова, конечно, нашли четыре разных серии паспортов, которые выдаются именно группами там по 200 номеров для цели легендирования шпионов ГРУ. И мы стали проверять, кто еще там по соседним номерам путешествовал куда-либо, и вначале там мы нашли примерно 40 человек, мужчин, возраста примерно от 35 до 50 лет, которые не существуют в никаких базах. А когда мы проверили новую базу, которой с нами поделились белорусские киберпартизаны, они показывают, их база включает все пересечения границы Беларусь, мы увидели, что эту границу пересекала женщина с этим колоритным именем, Мария Дела Ривера Кухфельд, и она имела паспорт, когда пересекала границу, который отличался только на последнюю цифру от паспорта того же Буширова и того Петрова. Ну, конечно, нам стало интересно, кто она, и вот дальше уже год, как мы полностью поняли, чем она занималась, с кем она общалась, а последние три месяца мы пытались установить ее настоящую личность, и вот неделю назад мы смогли до этого дойти. Поймите, это большой удар для России, потому что они ее собирались и дальше использовать. Оказывается, что они даже после того, как она вернулась из Италии назад, еще два раза ее посылали, ну, видимо, чтобы там, ну, переговариваться со своими ресурсами, со своими агентами. То есть, если бы мы этого не опубликовали, они бы продолжили это делать. Поэтому я очень доволен, что смогли ее как-то, ну, сгореть, можно сказать. А вот могла ли Мария Дела получать какую-то вот реальную информацию от чиновников НАТО? Ведь, среди прочего, да, она была секретарь благотворительной организации, в которую входили и члены командного центра НАТО в Неаполе. Она устраивала вот какие-то вечеринки, балы? Она вообще ввела почту этого, этой организации. Она собирала финансовые там взносы, то есть она имела доступ, знала банковские счета всех этих офицеров, на всех вечеринках тасывалась. Знаете, даже если она не нашла и не смогла получить какие-то документы, конкретные секретные грифированные там папки, то сам факт, что она имела доступ к личной жизни десяткам, десяток офицеров, это для ГРУ очень ценная информация. Почему? Потому что она могла бы узнать, у кого есть там, ну, скажем, какие-то предпочтения жизненные, у кого не так хорошо с деньгами. Кстати, она предлагала всем, которые не могут себе позволить взносы в этот клуб, чтобы она это покрыла. Ну, понимаете, если кто-то скажет, что он сейчас себе не может позволить, пусть она покроет эту сумму, ну, это для ГРУ очень ценная информация, что у кого-то есть финансовые проблемы. У нее были там флирты с определенными мужчинами. То есть она была в состоянии накоплять очень много информации для ГРУ, которую потом могла бы использовать для вербовки. Это отдельно от того, какую информацию она конкретно могла бы получить, потому что она дружила очень близко, например, с главным юрист-консультом американской военной базы, женщина, с которой подружилась. Ну, они ходили друг к другу в гости, представьте себе, если она смогла там скопировать ее компьютер, например, что было бы на ее компьютере. Главный фотограф базы НАТО, он тоже, ну, видимо, она ему нравилась, и он ей помогал вообще создавать эти брошюры для ее фейковую компанию ювелирной. То есть опять, ну, представьте себе, если она смогла скопировать диск вот этого фотографа, который делает там секретные фотки на НАТО. Да, она по-любому давала достаточно информацию ГРУ, чтобы ее считать герой Герине. А я вот заметила, как она кардинально меняла образ, да, вот брюнетка жгучая, потом платиновая блондинка со стрижкой. Ну, может, это случайность? Вот что известно о привычках шпионки, да, кто ее семья, как ее могли завербовать? А там все более-менее прозрачно. Ее отец, самый бывший шпион, он полковник, ну, был полковник в 2007 году, может быть, генерал сам потом. Потом преподавал на военной кафедре в Уральском университете в Екатеринбурге. Но до этого накопил довольно много государственных наград за, ну, как описывает обычную шпионскую работу, за его взнос к интернациональному долгу. Он работал в Ираке, работал в Сирии, работал в Анголе, ну, видимо, в 80-70-х годах. Поэтому логично, что он ее и, скорее всего, завербовал. Это очень сладкая работа, конечно, потому что, ну, мы видели, где она выросла, в каком-то там многоэтажке очень, ну, неуклюжий такой в городе Березовском. А вот вдруг она появляется уже с таким образом жизнью, знакомится там с генералами, с мерами, с принцами и так далее. Так что это очень сладкая работа и, видимо, она ее получила не совсем по заслугам, потому что у нее есть определенное качество, которое не делает от нее хорошую шпионку. Например, она очень боялась лететь на самолетах. Она практически всегда использовала поезд, даже тогда, когда это отнимало три дня. Да, это не очень удобное качество для шпионки, но, видимо, ей простили это, потому что у нее такой хороший отец. Знаете, вот, ну, вот не очень хорошее качество для шпионки, это, например, как я вот понимаю, держать бутик, да, ювелирный в Неаполе, при этом торговать в нем украшениями, насколько я понял, с Алиэкспресса. И это как бы никто не замечал, это просто удивительно. Она не просто держала бутик, я так понимаю, она еще представлялась как дизайнер у этих украшений? Именно, именно. Но она закончила дизайнерскую школу, там, двухгодичную в Риме. И, конечно, это позволило ей, ну, создать легенду, что она сама является дизайнером. Ну, это сейчас все эти, вся эта бюджетерия видна на сайтах типа Алиэкспресса и так далее. Но в 2014 году, когда она создала эту свою линию, было намного сложнее людям просто прогуглить и найти их. Поэтому, ну, очень часто эти трюки, которые они используют, они работают на время. Они работают на один-два года, потом уже, ну, они сгорают их, как и в данном случае. А как вы считаете, в курсе ли на то, что к ним внедрился Крот, по сути, вот будет ли от них какая-то реакция? Сложно сказать, мы долго с коллегами обсуждали. Я лично считаю, что не знали, потому что никто из людей, которые были близки к ней, которые считали себя друзьями с фейковой отделой, к ним не пришел никто в последний год, после того, как она уже в Москве, чтобы расспросить их, допросить их, узнать, какие секреты они могли бы выдавать. Я думаю, что если НАТО знало, то они бы первым делом встретились со всеми этими людьми. Оказывается, что мы впервые с ними поговорили. А что будет сейчас? Ну, вчера прочитал интересную, по нашей статье был фоллоуап в американской газете. И там они задали этот вопрос какому-то офицеру контрразведки американской. Что сейчас после этого будет? Он сказал, что после этого ФБР начнет полное расследование и будет встречаться со всеми, которые вообще общались даже один раз с этой отделой. А возможно, ЦРУ тоже сделает свое отдельное расследование. Ну, рад, что мы смогли сделать их работу за ними. А что происходит в России с провалившимися шпионами? Вот их нейтрализуют, да, или берут на работу в Russia Today? Вот как обычно это в ГРУ происходит? Да, некоторые берут в Russia Today. Но могу сказать, мы готовим, кстати, одно большое расследование, что случилось со всеми этими шпионами, которые уже нами было доказано, что участвовали там в взрывах в Чехии, в Болгарии, в покушении на Эмилиана Геблева. Ну, те же, которые были в Солсбори. Их всех приустраивает, находят им работу. Многие из них являются государственными чиновниками, представителями там Путина под дальним регионом. Некоторые из них, ну, как вот эта девушка, получает работу чисто такую, без вджок, что называется. Она работает главным инспектором сейчас в пенсионном фонде. Что довольно, ну, иронически, потому что, ну, да, ее пенсионировали от шпионки, и она стала сейчас работать в пенсионном фонде. Но им всем находят работу, чтобы они были с каким-то доходами, чтобы они не испытывали там финансовые трудности, потому что, конечно, их завербовать-то точно тоже могут западные спецслужбы. А вот то, что мы уже говорили с вами, да, о Петровом, что вот произошло с Петровым и Башировым, да, сотрудниками групп, которые стали известны после поездки в Солсбори. Вот что с ними? Вы уже их упоминали? Известна ли их судьба сейчас какая у них? Интересно, что все их коллеги, которые из этой группы, они реально получили хорошие работы и их устроили. А вот эти двое, ну, могу сказать, что одного мы обнаружили в очень маленьком поселке, недалеко от белорусской границы, и он практически живет такую жизнь, ну, не очень интересную, там, жена его бросила и так далее. Это по Чапиге, по Чапирову. А вот Петров, он полностью пропал, не можем его найти. Но по-любому, я думаю, что они, вот эти двое, как-то, может быть, после этого интервью, который кадрой вы показываете, который сыграл такую плохую шутку для них, может быть, они реально были наказаны и, ну, практически не получили те достойные работы, которые другие их коллеги получили. А вот какое будет продолжение этой истории с паспортами? Есть наметки на новое расследование? И сколько эта ошибка может стоить самому ГРУ? Мы обнаружили примерно 60 человек с этими паспортами, и по ним до сих пор мы опубликовали, может быть, истории только по примерно 20 из них. То есть есть еще много, по которым мы еще работаем. Я бы не хотел говорить больше, потому что, ну, пусть ГРУ, ГРУшники не могут спать сейчас, потому что не знают, именно о ком, что будем писать. А по этой девушке, по отделе, у нас есть намного еще больше, потому что после нашей публикации стали с нами связываться люди, которые, ну, там, общались с ней, и от которых она требовала конкретную информацию, даже она представлялась некоторым из них как человек, который работает в НАТО. Поэтому я думаю, что мы сделаем более подробный фоллоуап по этой истории, в которой мы расскажем, ну, какие еще ущербы она могла бы привести. Будем ждать обязательно продолжения. Вот скажите, по вашим данным, где сейчас сосредоточено наибольшее количество русских шпионов? И вот поменялись ли сейчас как-то их задачи? Интересно, мне написал один, ну, себя называют бывший, там, спецслужбист из России после этой истории. Он сказал, что надо понимать, что именно такие нелегалы, как Мария Адела, сейчас во время войны самые ценные. Почему? Потому что обычные шпионы российские, они работают в посольстве под прикрытием дипломата. И еще есть, конечно, те, которые приезжают на несколько дней, там, совершают какую-то работу. Вот, и первая, и вторая группа, они больше, ну, как-то во время войны не могут работать, потому что там визы сложно получают, вообще нету и перелетов, как мы знаем, а дипломатов выгоняют. Поэтому вот люди, которые являются долгосрочными такими слипер-агентами, как Адела, они становятся сильнее и сильнее. Поэтому я думаю, что сейчас именно таких будет интересно находить, они будут активизироваться, потому что они единственные источники информации для ГАРУ. Мы знаем, что, например, большое количество таких находится в Чехии и в Австрии, в Польше тоже, в Болгарии есть такие. Ну, и, конечно, в Украине есть много, но там они по-другому это делали. Потому что, да, есть буквально такие, которые под видом девушек, которые выходили замуж за украинцев последние два-три года, они реально по своими именами, но реально работают на ГАРУ. Так что не могу сказать, где больше всего, но типаж, вот похож на Марию Аделу, он довольно распространен и такие есть намного больше, чем эту девушку, которую мы показали. Кристо, а вот сколько, как вы считаете, времени и денег уходит на подготовку вот таких вот консерв, таких вот агентов влияния? Наверняка это можно сравнить с подготовкой пилотов, наверное, по количеству вложенных денег в это или нет? Больше. Больше, потому что этот человек должен жить своей легендой и для этого нужно обучение нового лета, которое его, ее вводит вообще в культурную, культуру этой страны, которую он должен как-то представлять себя, что жил. У этой девушки, конечно, история немножко другая, потому что пришлось ей использовать российский паспорт под видом какой-то очень странной легенды, что ее мама ее привезла в Россию. Но обычно, обычно эти консервы, они выдают себя за людей, которые выросли, например, в Америке или там в Канаде и так далее. Поэтому они должны выучить не только историю этой страны и язык до совершенства, они должны смотреть в реальное время, очень много телевизионных каналов старых эпох, старых времен и их детства теоретического. Это отнимает 6-7 лет. Количество денег, которое на это тратится, огромное, как минимум 2-3 миллиона евро на человека. Поэтому каждая потеря таких людей очень болезненна. Потеря в смысле того, что они могут больше работать, как в данном случае. Вот месяц назад был такой мониторинг от австрийских журналистов, и вот они заметили, что на правительственных сайтах Австрии и Германии половина комментариев пророссийские. То есть деньги вкладываются не только в отдельных шпионов, но и в целые ботафермы. Да, это стало понятно еще в 2014 году. Вообще многие российские структуры начали конкурировать друг с другом по тому, у кого лучшая ботаферма. Частные предприниматели, типа там Пригожин и Малафеев тоже сделали, инвестировали в свою. И поэтому вот это реально рынок в России. Рынок для самого плохого. То есть эти ботафермы, они друг с другом конкурируются, получают деньги от государства, получают другие там одолжения от государства, их владельцы. Поэтому и такое количество. Я думаю, что намного больше, чем 50% это пророссийские, потому что они сами пишут. Посмотреть даже на болгарские СМИ, видно там, что на плохом болгарском все комментируют. Ну, 90% от комментариев, они реально от таких ботов приходят. Вы уже говорили Австрия, Чехия. Да, есть ли данные, где Россия? Давайте возьмем последние 10 лет. Вот значительно укрепляло свой шпионский фронт. Вот надо разделить, то есть говорить о разных шпионах здесь, потому что есть такие, которые они используют для краткосрочных диверсий. Они оконцентрировались именно на Западную Европу, на Центральную Европу. Иногда они редко, изредка ездили в Азию, были там операции в Таджикистане, в Узбекистане тоже, но Западная Европа и Центральная Европа именно для этих диверсионных шпионов. В Америке и Канаде есть слиперы, консервы, как вот эти, которые, как эта девушка, таких я читаю, но они не работают на гору, они работают обычно на СВР, но таких вот на данном этапе есть, скорее всего, примерно 30-40 там. В Европе, я думаю, что в общей сложности примерно 100 таких есть. Все эти люди, которые были, скажем, и выпустили после 2008 года, это после изменения стратегии России, после мюнхенской речи Путина, страна стала намного более агрессивная. И вот тогда увеличилось количество шпионов, которые они запустили в Европу и в Америке. Вот как вы считаете, кого Россия могла вербовать на территории Европы? Вот кто эти люди и чем их брали? Деньгами, шантажировали? Деньгами обычно. Это практика вербовать политиков Запада за деньги. Она не практика Российской Федерации, даже не практика Советского Союза. Она предшествует это значительно, потому что Российская империя имела вообще такую практику. Они знали, что можно заграбывать, особенно европейских политиков, за деньги. Иногда за деньги плюс там любовные какие-то отношения. То есть это еще в 17-18 веку было очень распространено. Поэтому сам факт, что они знают, что это работает, дает им такую возможность пробовать. И очень часто это удается. К сожалению, мы знаем, что в Австрии даже, где я живу, был полковник военной разведки, который за деньги на протяжении 10 лет он получил примерно 120 тысяч евро. И это для него были большие деньги. Но он продавал секреты своей страны. В Болгарии за последний год назад местная контрразведка смогла арестовать трех, которые опять продавали за деньги военные люди, продавали за деньги информацию от НАТО. Вот в Англии тоже был такой пример. К сожалению, им проще, конечно, предложить деньги тем, которые они могут узнать, что сами имеют какое-то там личностное, скажем, предпочтение к стилю управления Путиным, например, или по какой-то причине обиженное свое государство, то есть не делать заранее такую разведку, а потом предлагают деньги. И эта комбинация вообще от каких-то личных предпочтений плюс денег, она обычно срабатывает. А как вы считаете, в международных организациях много вот таких вот шпионов, консерв, агентов влияния российских? Сложно сказать, потому что есть определенное количество, которые так себя ведут, но поскольку мы это не доказали, еще нельзя их называть шпионами. Я точно могу сказать тошно, что Россия систематически пытается много раз, даже если один раз не получается, внедрить своих шпионов именно в такие организации. Вот полтора месяца назад мы писали именно о такой попытке, чтобы во время войны они внедрили в Международный уголовный суд своего аналитика. Кстати, коллега этой отделы, они вместе учились и вместе были выпущены, скажем, в мир. У него похожая легенда, как у нее, бразильская. Так что вот, его цель была попасть в Международный уголовный суд, и чтобы он работал там именно по делам, связанным с военными преступлениями России в Украине. Поэтому вот видим НАТО, видим уголовный суд. Скорее всего, такие же попытки были, а может быть, и успешны на уровне европейских институций, европейского парламента, европейской комиссии и так далее. Спасибо вам большое за интересную беседу и ждем ваших новых расследований. Христо Грозев, журналист-расследователь, руководитель здания Белинкет был с нами на связи.